Приветствую вас на своем канале и хочу поделиться с вами своим опытом применения микрофона FIFINE 670K. До недавнего времени у меня был микрофон F100TL. Кажется так он называется. Китайский микрофон, который был куплен на AliExpress несколько лет назад с XLR кабелем. И который достаточно хорошо работал и никаких проблем у меня с ним не было практически. И только сейчас я уже стал понимать насколько он хорош по сравнению с вот этим FIFINE 670K. Ну начну с того что я купил не новый микрофон FIFINE. Мне не хотелось тратить несколько тысяч рублей на неизвестную вещь. Даже несмотря на то что в интернете о нем есть хорошие отзывы. Но все равно я решил сэкономить и я купил бэушный микрофон на Авито. Попался правда мне продавец не очень порядочный. Он подсунул мне микрофон у которого был поврежден кабель Type A B. Этот кабель обычно еще используется для принтеров и видеотехники какой-то для подключения. Своеобразный кабель на картинке вы можете видеть как выглядит этот кабель. То есть родной кабель оказался нерабочим. И когда я подключил микрофон к ноутбуку пошли проблемы с установкой драйвера и в диспетчере устройств микрофон обозначался как неизвестное устройство. Я начал волноваться, переживать по этому поводу и мне стало казаться изначально что сам микрофон нерабочий. Я даже позвонил в какую-то фирму которая продает эти микрофоны и там проконсультировался. Потом мне пришла гениальная мысль заменить кабель и проверить будет ли микрофон работать от другого кабеля. И о чудо он заработал. Установился драйвер, он обозначился в списке диспетчера устройств. Все заработало. Но кабель этот был действительно изначально от принтера и мне не хотелось изымать его из этого устройства. Тогда я поехал в DNS и купил там недорогой кабель за 199 рублей. Вот такой какой нужно. Как раз черного цвета даже. Вот сейчас он подсоединен к моему микрофону. И да, он работает. Проблем с этим нет. Но есть две проблемки о которых я хотел сообщить всем кто в этом заинтересован. Чтобы решить для себя стоит ли покупать такой микрофон. Ну о плюсах. Вот вы слышите как он записывает. Это через OBS студию он записывает. С уже там пресетами, с фильтрами. То есть звук такой. Далее. Выглядит он конечно стильно, модно. У меня еще сохранился поп-фильтр от предыдущего микрофона. И я его никуда не делал. Просто упаковал в коробочку, чтобы не мешался. И пока пользуюсь микрофоном FIFINE 670K. Так внешне мне конечно нравится этот микрофон. Он компактненький. Стойка хорошая очень. Хорошо сделано. Но и вот больное место этого микрофона, я считаю, это именно его кабель, который никто не хочет не ремонтировать. И даже купить оригинальный кабель, пока я не решил, не нашел где его можно купить. Оригинальный кабель. Оригинальный кстати хорошо включается, подсоединяется. Плотно, относительно плотно сидит в гнезде микрофона. А вот не оригинальный, к сожалению, не очень плотно держится в разъеме микрофона. И постоянно норовит оттуда, ну как бы, ну выпасть что ли, как сказать более правильно. То есть совсем он не вываливается оттуда. Но вот видно, что при малейшем перемещении микрофона уже заметно, что образуется смещение подключенного штекера. Зазор образуется между штекером и микрофоном. Одним словом, это очень и очень не нравится нам, перфекционистам. И пока я не придумал, как это решить, как решить эту проблему, пока еще не придумал. Возможно, какой-то другой кабель будет лучше держаться. Ну, это же надо пробовать. А другая проблема этого микрофона, как выяснилось, возможно, это только мой микрофон так себя ведет. Возможно. Я не знаю, как другие владельцы, какие у них отзывы на этот счет. Но то, что я свой ноутбук обычно погружаю в состояние сна после сеанса работы с ним. Гибернация. И вот после включения ноутбука микрофон, да, видно, что он зажигается, лампочка в микрофоне, видно, что он вроде бы как рабочий, подключен. Но между тем, все равно он остается отключенным после того, как я включаю ноутбук, выводя его из гибернации. И для того, чтобы запустить микрофон, нужно банально отключить из USB разъема вот этот провод и заново его туда воткнуть. И тогда он подсоединяется и работает до следующего сеанса перехода, до следующего цикла, скажем так, гибернация и последующее пробуждение. Как это объясняется, я не знаю. Почему это так, я не знаю. Но вот эта мелочь, она, конечно, очень доставляет неприятные ощущения, потому что нужно постоянно об этом думать, постоянно его включать, выключать таким образом. Мне кажется, что это будет разбивать и штекер, и разъем USB-шный. То есть с этим есть проблема. Вот оно должно просто по умолчанию все работать и не делать мозг, как говорится. Вот предыдущий мой микрофон китайский, ноунеймовый даже, можно так сказать. Он исправно работал несколько лет, вообще не создавая никакого дискомфорта. Он просто был по умолчанию, работал и никогда не глючил, как говорится. А вот этот вот FIFINE, не такой уж он и FINE, как говорится. То есть он работает, когда уже налажено, все настроено, он работает, им можно пользоваться. Но с вот этими оговорками, то что кабель неродной держится не очень хорошо, люфтит, как говорится, гуляет. И то, что нужно постоянно его включать и выключать из разъема компьютера, ноутбука. То есть это такие две неприятных вещи, которые я пока не нашел решения этих двух проблем. Может быть вы знаете, как с этим бороться. Подскажите в комментариях, поэтому я и записываю это видео, чтобы какие-то умельцы, советчики нашлись и подсказали. А оригинальный кабель отремонтировать, ну это будет очень дорого стоить. Вот я выяснил, что это будет стоить очень дорого. Никто не хочет браться за него, заламывают цену большую за ремонт. А заказать оригинальный кабель это тоже проблематично. Так что тот, кто еще размышляет о том, стоит ли покупать такую технику, вы подумайте. Подумайте хорошенько. Хотите ли вы вот этих всех головников и подкидонов, как говорится. Понравятся ли вам вот эти танцы с бубном впоследствии. Очень ненадежная система, вот это подключение кабеля, очень ненадежная по своей сути. Может быть лучше все-таки какой-то другой микрофон, XLR кабель, потому что он будет более надежно, более основательно крепиться к микрофону. И не будет, ну вообще не будет, скажем так, отсоединяться, потому что там есть даже специальная защелка, чтобы закрепить этот кабель в разъеме. Здесь все очень воздушно. То есть нужно очень осторожно обращаться с таким микрофоном, чтобы не повредить этот разъем, чтобы не выдернуть этот шнур и чтобы микрофон не упал. В общем, это целый квест, скажу я вам. И да, им можно пользоваться. Он хороший, симпатичный микрофон. Но не настолько хорош, чтобы выкладывать за него несколько тысяч рублей, скажу я вам. Поэтому оставляю вас с этой информацией к размышлению. Это был такой экспромт сумбур. Проанализируйте сказанное. И если у вас есть какие-то интересные мысли по этому поводу, соображения, поделитесь ими. А пока что спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.